Если скорость освобождения сохранится, нам понадобится 5 лет, чтобы освободить Донецкую область. Украинский коллаборант Олег Царев заявил, что при нынешних темпах наступления путинского войска на захват только одной Донецкой области потребуется около 5 лет. Любитель русского мира, который предал Украину, теперь явно разочаровался в бункерном дедушке и в открытую говорит, что его спецоперация не приносит успеха, а только вредит России. Вопрос, какой вариант нас устроит? Вот по-вашему, вы политик, скажите, пожалуйста, свое мнение. Мы за последний год продвигаемся, наступаем очень быстро. Гораздо быстрее, чем предыдущие годы. Но если посчитать ту площадь, которую Донецкая область, возьмем Донецкую область, которую мы освободили, и ту площадь, которая осталась, если скорость освобождения сохранится, нам понадобится 5 лет, чтобы освободить Донецкую область. Киев за три дня постепенно перерос в Донбасс за 5 лет. Не рассчитали. Бывает. А вообще интересно, что о таком провале реально говорит тот человек, который в 2014 году двумя руками топил за Россию и призывал выходить на улицы против Украины. Но сейчас почему-то он сидит с растерянным лицом и говорит, что с таким подходом к войне Путину нужно как минимум 5 лет для захвата Донбасса. Но и это еще не все. Дальше Царев сделал свой прогноз для путинской России. Ведь даже уже такому персонажу очевидно, в каком направлении все движется. Вот поэтому вот все вот прогнозы относительно следующих территорий, они такие, ну знаете, для нашей страны, вообще для нашей ситуации в мире год это очень много. Три это очень много. А пять это вообще коровы. Поэтому у нас три сценария. Либо мы договариваемся осенью или не осенью, когда мы договариваемся. Либо мы резко ускоряем наступление. Либо это уходит все в десятилетие. Война. Четко и ясно. У Путина все идет по плану. Не перепутайте. Говорить о том, что чем мы быстрее будем атаковать на Курском направлении, тем мы быстрее освободим людей, которые находятся сейчас под оккупацией, неверно. Это неверная парадигма. И тот, кто, значит, на ней настаивает, пи***. Российский военблогер Арутюнов заявил, что не нужно торопиться с освобождением Курской области. А что те, кто говорит про скорое освобождение этого региона, просто банально врут. А Лаудинов, Герасимов, Кадыров. Лицо-о. У этого военблогера логика следующая. Дескать, не надо спешить. Это не имеет смысла. Ведь российские граждане, которых не эвакуировала местная власть и бросила уже на подконтрольной Украине территорий, все равно уже в оккупации и находятся под обстрелами со стороны своих же. Ну а поэтому, а могут и потерпеть. В любом случае освобождение этих населенных пунктов будет связано с огневым поражением, ненанесением огневых угаров всеми средствами, включая оперативно-тактические ракеты, авиационные средства поражения. В любом случае все эти люди, которые находятся на оккупированной территории, сейчас находятся и в жизни, здоровье, и имущество находятся под угрозой. И скорость освобождения никоим образом на это не влияет. Да, всем нам хотелось бы быстрее уничтожить противника, выкинуть его за пределы нашей страны. Но, к сожалению, работаем, реальность такова, что торопиться не надо. Конечно не надо. Куда тут торопиться? Ну подумаешь, Путин сначала ставил дедлайн 1 октября для освобождения Курской области. Потом 7 октября. Теперь звучит 15 октября. Но дедлайны верховного главнокомандующего всея России, это же все Филькина грамота. На нее уже принято просто плевать и забивать. Ну уж точно не слушать. Потому что торопышка был холодный, укусил утюг холодный, это может закончиться х**ом. В том числе неоправданными потерями. Неоправданными. А то, что противник на направление завел все лучшее, что у него есть, видно из той техники, которую он оперил. Да-да, пройдет еще несколько месяцев, и еще больше тысяч российских торопышек будут холодными и останутся лежать в земле сырой в Курской области. Куда им торопиться? Людей там никому не жалко. Как среди армии, так и среди обычных мирных россиян, которые все эти годы верили Путину. Ну а безумные приказы местного командования в путинском войске уже стали повседневной рутиной. Господин президент, поясните мне, а также народу, каким образом азербайджанская диаспора в России уклонилась от мобилизации, объявленной вами в 22-м году. Очередной участник СВО обратился к Путину и потребовал от него ответа. Почему среди мобилизованных и угнанных на войну нет представителей армянской, азербайджанской, грузинской и прочих диаспор? Херой так и хочет узнать и услышать ответ диктатора на тему того, а почему это к некоторым отношение лучше, чем к мужикам из русской глубинки. Нахожусь на войне. Третий год. Пока живой. Ну это пока. Эту ошибочку скоро исправят. Господин президент, поясните мне, а также народу и армии, каким образом азербайджанская диаспора в России уклонилась от мобилизации, объявленной вами в 22-м году. Абсолютное большинство людей этой диаспоры имеет гражданство десятки лет и военно обязанны. Все то же самое касается армянской диаспоры. Она тоже почти вся уклонилась от мобилизации. Абсолютно вся грузинская диаспора, киргизская и азиатская. Я сейчас говорю только о тех, которые имеют гражданство десятки лет в России. Смешно, что при этом он не задается вопросом, почему среди мобилизованных нет детей пропагандистов, депутатов, министров и сенаторов. Хотя, да, вот за такие вопросы можно и в фарш превратиться. Поэтому тут пламенный патриот помалкивает. Кукарекает лишь то, за что меньше может прилететь. Хотя исход его уже предрешен. Кто им дал бронь? Кто ответственен за то, что они не находятся на войне? И вся тяжесть войны легла на плечи русского народа и других коренных народов России. Вот на эти вопросы будьте любезны ответить. И так, как я сказал, думают большинство, да не большинство, а все, кто находится здесь на войне. Мужик, посмотри на ситуацию объективно. Ну, если сыновей Соловьева, Медведева не призывают на фронт, то с какой стати туда идти армянам и грузинам? Нижние идиоты. Более того, на войну уже даже мужики с глубинок русских не очень-то и охотно идут. Из-за чего в некоторых регионах им начали предлагать по 3 миллиона рублей выплату за заключение контракта, чтобы хоть как-то смотивировать. Однако, как видим, деньги уже не слишком интересны большинству простолюдинов. На третий год полномасштабки люди стали понимать, что легкого заработка на преступной войне им не видать. Ведь тут этих мужиков ждет только демилитаризация. И деноцификация. Посмертно. Видим, как именно готовятся фактически колонны штурмовиков, которые начнут с преследования узбеков. Потом пойдут, естественно, чеченцы, дагестанцы, татары. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что в России зарождаются основания для, внимание, гражданской войны и сепаратизма. По словам этого персонажа, сейчас в России создаются колонны штурмовиков из русских националистов. Это он имеет в виду организации типа «Русской общины» и «Северного человека», которые сейчас действительно набирают популярность и занимаются нападениями на мигрантов и россиян неславянского происхождения. По мнению Федорова, активность таких откровенно фашистских структур провоцирует сепаратизм, так как в национальных республиках также уже есть вооруженные формирования по типу «Ахмата», которые спокойно могут вступить в стычки с русскими. И потом неправильные славяне. Вот уже даже видно прямо технология врага. Она уже, то, что называется, начинает под него формироваться боевые порядки. И с этого начнется все. Деноцификация Украины явно повернула куда-то не туда. А вообще интересно, ведь для Путина в это же время в России все живут в мире, дружбе и согласии. Он называет свою страну раем на холме, в котором нашли себе место многие народы мира, и продолжает в нее переезжать. Ну а в реальности в России, которую построил Путин, расцветает нацизм, фашизм, ксенофобия и антисемитизм. Так сказать, полный букет покемонов, который за 24 года правления успел собрать бункерный геноцификатор. Это была программа Breaking Russia. С вас лайк и подписка, а с нас больше подобного интересного контента. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok